Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Кубогивили. И в сегодняшнем видео я расскажу вам о новом дополнении, анонс которого стоит ожидать уже 20 октября. Так что, усаживайтесь поудобнее, ну а я начинаю. Поехали! Совсем недавно разработчики в официальном письме, рассказывая о будущих нововведениях в игре The Sims 4, рассказали, что совсем скоро они анонсируют новое, десятое дополнение для The Sims 4. И так вот, это скоро уже наступило. На главном экране загрузки игры The Sims 4 появилась информация о том, что трейлер десятого дополнения выйдет на официальном ютуб канале уже 20 октября. Также в том официальном письме разработчики предупредили всех фанатов, что новое десятое дополнение не будет связано со всеми ожидаемыми функциями, которые так сильно ждут фанаты. А именно, в новом дополнении не будет винтовых лестниц, дополнение не будет связано с фермой. Также с этим дополнением в игре не появятся новые младенцы и не появятся автомобили. Тогда назревает главный вопрос, чего же ждать фанатам от десятого дополнения? И в сегодняшнем видео мы с вами попробуем в этом разобраться. Сразу вам сообщу, что вся информация, которую вам буду сейчас рассказывать, официально не подтверждена. И находится лишь на уровне слухов и догадок самих фанатов. Так что относитесь к этой информации с максимальным скептицизмом. Первый слив нового дополнения произошел в начале сентября, когда на одном из сайтов ритейлеров была опубликована страница нового дополнения для The Sims 4, которая называлась «Убийство в особняке». Тогда многие фанаты решили проверить данную информацию, но в итоге никакой информации тогда не нашли. По словам фанатов, данная страница позже была удалена. Является ли эта информация фейком, или же нам на полном серьезе стоит ждать дополнения, связанные с расследованиями и тайнами, наподобие детектива. Но карьера детектива уже есть в Sims 4, которая пришла с первым дополнением, а именно с дополнением на работу. Так вот, правда это или фейк? Следующий слив нового дополнения произошел уже в Твиттере, когда один из фанатов обнаружил, что одна из американских стримеров по Sims 4 случайно спалила новое дополнение, а именно в загрузочном экране появился новый значок, на котором нарисованы горы. И многие фанаты тут же подумали, что новое дополнение будет связано с зимними каникулами. На следующий день после слива значка в интернете появилась карта городка заснеженного, якобы которой тоже спалила та же самая стримерша, что навело подозрения на многих фанатов. Но фанаты не пальцем деланные, они обнаружили те трансляции, которые предоставлены скриншоты, и поняли, что этот значок и карта всего лишь фотошоп. Но автора данного фотошопа никто так и не обнаружил. Является ли это специальным сливом от Electronic Arts? Потому что значок и карта выполнены максимально профессионально, и там даже не придерешься. Если честно, я изначально поверил в этот слив, но позже, когда в Твиттере написали, что это фейк, я разочаровался, потому что новое дополнение, связанное с путешествиями, было бы очень круто. В особенности с горнолыжными курортами было бы охренительно. И тут же назревает вопрос, так как автора данных скриншотов так и не нашли, а обычно если кто-то в фотошопе, то находят практически сразу, то является ли это официальный слив от самих Electronic Arts? Как бы такой некий троллинг фанатов, или же все-таки это реально филигранный фотошоп, к которому невозможно придраться? Ну а чего жду лично я от игры The Sims 4? Так как разработчики рассказали, что в этом году они будут выпускать тот контент, которого еще ни разу не было в The Sims 4, чем они успешно это доказывают, и Звездные войны, и нарядные нитки, и экологичная жизнь, и компактная жизнь. Собственно, никогда такого контента не было в Sims, а ни в 1, ни в 2, ни в 3, и я жду от нового дополнения примерно того же, но с одним условием. Чтобы этот контент, которого никогда еще не было в The Sims 4, был по-настоящему прекрасен и по-настоящему кайфовым. У меня даже есть определенный пример. Когда выходило дополнение для Sims 3 Райские острова, то в игре появились максимально эксклюзивные объекты, такие как плавучие дома. Ни в одной из предыдущих и в Sims 4 нет плавучих домов, и для Sims 3 они являются эдаким эксклюзивом. И этого контента еще никогда не было в The Sims 4, и при этом этот эксклюзивный контент очень понравился фанатам. До сих пор, играя в Sims 3, в Райские острова фанаты заселяются в эти плавучие дома, потому что вы не ограничены одним участком. Вы путешествуете, и вы можете припарковаться в различные порты, при этом меняя геолокацию ваших персонажей, это же очень круто. И вот такой эксклюзивный контент я жду для The Sims 4 от нового дополнения. Да, конечно, не такими огромными масштабами, как это были Райские острова, потому что Sims 4 все же намного-намного меньше, чем тот же Sims 3, потому что Sims 3 это открытый мир, а Sims 4 такая некая камерность, некая такая уютность. И от новых дополнений я жду эксклюзивности. Но уже 20 октября, когда официально выйдет трейлер нового дополнения, мы с вами узнаем, чего же ждать от The Sims 4. Ну и разумеется, подписывайтесь на канал, дабы не пропускать сливы различной информации, потому что мне кажется, ближе к 20 числу что-то да произойдет. Возможно, кто-то сольет какую-нибудь информацию. Так что будем ждать вместе. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать всю свежую и интересную информацию. Ну а с вами был Сергей, это канал Хубагили. Всех безумно люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.